Всем привет! Пришло время разобрать лор SCP-012, ведь лор SCP-012 сам себя не разберет. Этот SCP – это лист бумаги, на котором записаны ноты произведения, под названием «На горе Голгофа». Музыкальное произведение написано кровью и не завершено. Каждый, кто встречает этот предмет, впадает в безумие и стремится также дописать его кровью, причем своей. Что заканчивается всегда плохо. Жертва погружается в яркие видения, которые стремится записать в музыке, однако не может дополнить свиток ничем, впадает от этого в отчаяние и начинает бить себя в истерике, отчего чаще всего умирает. В рассказах есть еще информация о том, что этот объект способен еще и подчинять воле людей, которые знают о нем. Однако это свойство выражено слабо и действует далеко не на всех. Сама мелодия, записанная в нотах, представляет собой набор звуков, которые крайне неприятны уху, воспринимаются людьми как что-то плохое и неправильное. Казалось бы, очередной простой объект с непонятными свойствами, который фонд нашел во время каких-то древних раскопок. Но это только на первый взгляд. На самом деле, с этим объектом через рассказы и другие объекты связана просто куча всего. Благо, большая часть из этого собрана в еще не переведенном хабе горы Голгофы, но не только. В 1966 году во Флоренции случился огромный потоп, который грозил уничтожить древнейшие артефакты, что хранились в этом городе. Это, кстати, реальное событие. Тогда стена воды, высотой в 3 метра, прошла по городу, снося все на своем пути. Благодаря эффективным действиям городских властей, больших жертв тогда удалось избежать. Утонуло всего несколько десятков человек. Это при том, что целый город за пару часов ушел под воду. Однако было уничтожено множество уникальных книг и произведений искусства. Тогда, уже по сюжету из сипишных рассказов, команда смелых людей решила отправиться спасать эти старинные вещи. И когда вода хлынула в церковь Святого Креста, они в первую очередь бросились туда, так как именно там хранились ценнейшие предметы. Пока люди перетаскивали в сухие помещения древние шедевры, прошло немало времени и наступила ночь. Все устали и разошлись, кто куда отдыхать. Все, кроме одного человека, который ведомый то ли непонятной силой, то ли просто жаждой наживы, решил тайно отправиться в полузатопленные подземелья церкви. Вдруг там чего ценного осталось? В темных подземельях по горло в грязи наш герой находит саркофаг, в котором лежал скелет в обнимку с виолончелью и двумя грязными листами бумаги. Что-то заставило схватить его именно эти вещи и поспешить с ними вернуться обратно. В лагере добровольцев нашлось несколько человек, которые загорелись идеей очистить бумаги и привести в порядок музыкальный инструмент. Они работали часы напролет, убирая грязь с каждого сантиметра древнего свитка, не оставляя ни единой песчинки на нем. И после того, как свиток стал идеально чист, люди увидели, что это нота, написанная чем-то красным. Но ноты не простые. Что-то было в них не так. Чего-то то ли не хватало, то ли было что-то лишнее. Каждый из тех, кто видел эти ноты, не мог смириться с каким-то несовершенством и был готов пойти на все, чтобы это исправить. Однако не все были поражены этим безумием. Один человек сидел в углу и внимательно наблюдал за происходящим. А когда горе-реставраторы уже лежали без сил на полу, он просто положил свиток в специальный контейнер, прихватил виолончель и пропал. Так в фонде появился SCP-012 и SCP-2458. Сама скверная мелодия и виолончель, которые заставляют людей, которые слышат игру на ней танцевать. Аналогично тому, как симфония глюка, про которую уже было видео, заставляет маршировать школьников в оркестре. После обнаружения этих вещей фонд находит несколько других связанных музыкальных объектов. Например, SCP-2519. Это файл, найденный поисковыми ботами фонда в Даркнете, который заставляет воспроизводящие его машины работать медленнее. Терять технические жидкости есть, и в случае, если машина наделена искусственным интеллектом, он начинает проявлять сентиментальность, подобно человеческой. А затем, где-то в болгарской деревне, фонд решил проверить местную легенду об омолаживающей песне и нашел группу музыкантов, которые прятались в горах и играли странную мелодию, прямо с древнего византийского свитка. И действительно, местные жители приходили к ним для омоложения и излечения. Музыканты играли, и люди на глазах молодели. Определенно, это аномалия, потому свиток был поставлен на содержание, как SCP-2402, а музыканты устранены, ибо нефиг. С этими предметами проводится множество экспериментов, но больше всего дало изучение старой версии SCP-1841, который был изучен так хорошо, что его убрали из базы данных фонда и заменили другим объектом. Ведь полноценным SCP может быть только непонятная аномалия. А тут дело оказалось всего-навсего в том, что оказывается существует некое идеальное звучание, при достижении которого музыка начинает изменять реальность. Например, как SCP-1841 заставляет впадать в безумие. И как показывают рассказы из серии Голгофы, фонд даже начал тайно убивать музыкантов, достигших такого звучания, в избежании непредвиденных последствий. Но звучание SCP-012 не идеальное. Напротив, оно идеально в своей отвратительности. Потому каждый, кто приближается к нему, пытается его исправить, но это невозможно. Раз за разом в камеру к самому SCP-12 заводили D-Class, который тут же бросался дописывать и исправлять произведение. Одного человека хватало в среднем на 15 страниц с нотами. В ходе экспериментов камера SCP-012 быстро наполнялась черновиками, которые затем сминались и рвались. Мелодию не удавалось дописать никому. Впрочем, так было поначалу. Позже по какой-то причине люди вообще перестали дописывать новые страницы, а лишь пытались что-то изменить на основной. Старинная рукопись так и не стала идеальной мелодией, как люди не старались. Но откуда она тогда вообще взялась? Тут отдел фонда надо перейти к рассказам, потому что из них мы узнаем, что в начале 18 века по миру бродил некий Нерон, который развлекал себя тем, что играл музыку по нотам из SCP-012 на виолончели, которая позже стала SCP-2558. Да, именно его скелет нашел человек, который по зову SCP-12 отправился в подземелье церкви Святого Креста во время потопа. В результате нехитрых развлечений Нерона целые деревни, а то и города, впадали в кровавое танцевальное безумие, после которого SCP-012 насыщался кровью тех, для кого танец оказался последним. А музыкант шел дальше покорять новую публику. Однако Нерон был лишь местным безумным музыкантом с виолончелью, пока не нашел этот SCP-012. Источником всех его этих сил были сами ноты, а они были куда древнее незадачливого барда. В хабе горы Голгофа есть еще не совсем понятный рассказ Bloodlines, который рассказывает о том, как судя по упоминаемым историческим персонажам примерно в 15 веке, в Трансильвании некий кровавый демон и слуга Девитов устраивает всякие непотребства, с применением кровавой магии. Кстати, это же очевидный Влад Цепиш, он же граф Дракула. То есть Девиты выходят еще и вампиры в мире SCP, ко всему прочему. Хотя сам SCP-12 в рассказе напрямую не упоминается, но похоже имеет прямое отношение к злой Девитской магии. И получается, что SCP-012 это скорее всего порождение SCP-140, которое создает аномальные археологические артефакты, как мы помним. Но все не так просто в этом хабе. Еще там есть рассказ про утерянные труды древнегреческих философов, которые обсуждают идею того, что мир состоит из четырех явных элементов и одного тайного. Причем тайный описывается как то, что можно увидеть между звезд. То есть да, тут еще замешана и та самая штука из Пятой Церкви. Причем, чтобы почувствовать ее, надо пользоваться своим SCP-2828. Да, что такое SCP-2828, оказывается, по сюжету этого объекта, у всех людей есть особый орган, который обладает антимиметическими свойствами. То есть его практически невозможно обнаружить. И вот если научиться пользоваться этим органом, можно почувствовать этот пятый элемент. Такие дела. Потом там еще упоминается некий храм, посвященный Алагаде, стоящий где-то далеко на севере. И все это также связано с SCP-012. А как именно, рассказывается дальше в хабе на горе Голгофа, который, может, даже когда-нибудь переведут, и который состоит из 18 рассказов, по сюжету которых исследователь Эмма Старк и агент Роджер Андерсон изучают тайны SCP-012 и всех связанных с ним аномалий, харизматичный злодей, мистика, библейские отсылки и осмысление популярной культуры. Все это прилагается. А еще там агенты фонда убили тупака Шакура. В общем, довольно-таки занимательное чтиво для тех, кто знает английский язык на приличном уровне. Спойлерить все это не буду, а то вдруг еще сам переведу и буду читать на этом канале. А то получится, как с предметами 76-го года. Сначала рассказал лор, а потом стал читать сами рассказы, а все уже знают, чем все кончится. Да, и еще в Лол Фонде тоже есть свой SCP-12. Его суть в том, что он превращает работу фонда в подобие второсортного комедийного сериала с закадровым смехом и глупыми шаблонными шутками. И вот теперь пойми, что более страшно. Написанная кровью безумная симфония, пропитанная злой древней магией, которую до смерти хочется исправить. Или старые безвкусные сериалы, которые уже исправить никак нельзя. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok